Всем привет! С вами Женя и Макс. Привет! Если вы приезжали в Батуми, то, наверное, были в крепости царицы Тамары. Нет, не были. Тогда поехали с нами. Мы едем именно туда. Этот исторический памятник находится в пяти километрах от центра Батуми. Если двигаться по трассе на Махинджаури, проехав ЖД вокзал и светофор, сразу за жилым кварталом справа будет заросшая деревьями горка. Наверх ведет небольшая лестница, которая выведет вас к церкви. К сожалению, построенная в давние времена христианская церковь была уничтожена во время владычества Османской империи. Но в 2001 году, перестроив здание какого-то бывшего ресторана, здесь открыли церковь святой благоверной царицы Тамары. За церковью увидите сохранившиеся остатки крепости. Крепость Тамарис Цихи или замок Тамары является историческим сердцем Батуми. Да-да, именно здесь, в IV веке до н.э. образовался колхидский город, упоминаемый греческим философом Аристотелем, как Батиус Лимон, то есть глубокая гавань. Именно здесь византийский император Юстиниан I в начале VI века построил один из опорных пунктов – крепость Лосарион, которая через пару десятилетий во время Византийско-Персидской войны вместе с Петрой выполняли роль стражевых форпостов Византии. Крепость была расположена в очень удобном месте, рядом с глубокой бухтой у единственной реки. В IX-X веках, после регулярных осад и разрушений, крепость восстановили и укрепили, но свое стратегическое значение она уже потеряла. Крепость Нынешнее название крепость получила, как и многое древнее построенное в Грузии, но исторически не идентифицированное, по имени царица Тамары. В ее золотую эпоху велось крупнейшее планомерное строительство и обустройство государства. Поэтому и появилось предание, что Тамара то ли построила, то ли останавливалась, то ли просто посещала эту крепость. В последующие века замок Тамары был окончательно заброшен, частично разрушился и зарос деревьями. В XIX веке рядом с крепостью находилась резиденция местной турецкой администрации. Символизма этой крепости добавила передача турками российской армии именно здесь, под крепостью на мосту через реку, ключей от города Батуми в 1878 году. К сожалению, место не очень фотогеничное. Площадка маленькая, вокруг деревья, видов на окрестности нет. Остается только наслаждаться древностью. Добраться сюда можно на любом автобусе или маршрутке, идущей в сторону Махинжаури. Сегодня мы побывали в третьей крепости из четырех, находящихся в окрестностях Батуми. В Петри и Гонио мы уже были, осталась крепость Гвара в начале ущелья Мачахелы. Если вы вдруг пропустили видео о крепостях Гонио и Петри, ссылки смотрите в описании. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok